Всем привет, дамы и господа, с вами Леар, и я вновь играю в Варкрафт. Один на один с каким-то игроком. Хотя, как каким-то, я уже с ним играл, честно говоря. Я уже с ним играл, и я знаю, насколько он хорошо играет. Так что давайте, надо, надо победить и затащить его. Он мне ещё в начале игры написал, меня ждал, потому что мы с ним играли, и... Я помню, я проиграл ему. Было такое дело. Он, видимо, меня вспомнил. Он вспомнил, что я существую. Так, надо сразу двух послушников. Алтали тьмы, склеп. Двух послушников и куча бурдалаков. Мы опять же будем играть через пауков. Постараемся сыграть, ну, сейчас правда так не получится. Сейчас так сделать не получится. И сейчас желательно поставить древнее захоронение. Вот здесь вот поставим. Ёпты, я его даже не поставил. Так, окей. Постройка завершена. И теперь что? Теперь, по идее, можно делать вурдалаков нанимать. Опять же, рыцаря смерти. Опять же, вурдалаков. Нанимаем побольше вурдалаков. И ждем, когда можно будет делать кладбище. Пока что герой у нас. Пока что у нас есть просто герой. В древнем захоронении покупаем посох, естественно. Кладбище. Давайте делаем кладбище. Вот здесь. Интересно, какие будут эмоции у этого чувака, если я его выиграю. Хотя я влядь ли его выиграю. Он вроде бы получше меня играет. Ну, это хотя бы радует. Это не глупые боты. Это не глупые боты. И это радует меня. Играть с такими игроками, которые умеют играть. Так, сейчас я вурдалака не нанимаю. Я сейчас коплю на посох. Так, посох есть. Лечилка есть. Вурдалаки за мной. Вурдалаки за мной. Ну и забираем этих. Самых мелких. Бьем самых мелких. Так, вырубить дерево. Это тоже можно будет прокачать, но не надо. Так, делаем скелет. И все вместе бьем его. Так, отойди. Так, трактат. Интересно, кто там наш враг. Было бы неплохо посмотреть, кто там наш враг. Давайте бьем разбойника. Врагу, наверное, тоже интересно посмотреть, кто я. Так, отойдем. Туфли ловкости. Хорошо, этого бьем. Все же они бьют моего героя. Не знаю почему, но они бьют его. Теперь бьем этих. Вот волшебника. Бьем и мутузим волшебника. Так, сейчас я уже в развитии немного отстаю. В том плане, что у меня секуратов ноль. Должно быть вот столько. Должно быть вот столько. Всем бить его. Делаем еще скелет. Первые уже улетели. Ну и одного скелета можно будет отправить на разведку. 50 монет мне лень тратить на все это. Так, скелет давай на разведочку. И сюда. Вы же, ребята, сейчас тоже пойдете воевать. Ну ты пока что не пойдешь. Ты еще раз купишь посох. Ты тоже идешь на разведку. Давай, смотрим, где враг. Просто смотрим, где враг. И делаем пауков. Пауков пока что я делать, к сожалению, не могу. Но могу зато во второй кир уйти. И сделать себе ярость. Так, рубим дерево. Дерево рубим. Опять же ночные эльфы. Ему опять же выпали ночные эльфы. Глупые ночные эльфы. Во, этого бьем. Сюда. Правда, я не успею его сломать. Он его заменит. Он его заменит. Я не успею сломать. Нам нужно больше золота. Так, теперь можно сбегать куда-нибудь еще. В другое место. Ну, пока что побежали. Дерево-то у нас достаточно. Дерево у нас достаточно. Давайте сюда. Отхватим здесь что-нибудь. Нет, тут слишком много. Тут слишком много крипов. Нужно больше золота. Давайте это сделаем. Кртл-1. Хорошо. Можно будет кого-нибудь... Не, он уже... Либо он всех нанял. Либо я не знаю что. Так. С нами. Бегайте с нами. Котя-то. Так, он где-то здесь. Должен быть где-то здесь. Тут его нет. Пока что просто бегаем и ищем его. Так. Тут тоже его нету, однако. Ну, давайте нападем. Давайте нападем. Пока что залутаем точку тут. О, книга силы как раз. Жезл и иллюзий тоже нормально. Так, хорошо. И наши вурдалаки могли бы покушать, если бы я, конечно, вкачал ту способность. Пока что покушать они не могут. Еще одного героя предлагаю нанять. Я же могу? Да, могу. Это у нас кто? Он. Потому что он спамит. Спамит этих. Надо сейчас его найти, посмотреть где он. Я-то должен этих. Господи, нужна древесина. Вурдалаки заняться древесиной. Вырубкой этого леса. Паучки со мной. Паучки со мной. Правда, паучков-то у нас совсем нет. Это разве армия? Это плохая армия. У нас очень мало пауков. Честно говоря. Нужна еще одна башня неруба. И вот теперь, по идее, уже можно... Паук. Паук. Надо было хотя бы одного вурдалака здесь оставить. Чтобы все норм было. Ты у нас ловкач, ловкач. Значит, бери это себе. Так, еще паук. Уходим чисто в пауков. Уходим чисто в пауков. По идее, нас два барака. Для победы. Но на второй барак просто не хватает денег. Так, где наши пауки? Вы давайте будете тир-1, все-таки. Все-таки вы тир-1. Вурдалаки. Ой, тир-1 говорю. Кыртол. Кыртол, я вот стою на месте, ничего не делаю. Это фигово. Не надо так играть. Надо искать врага. Надо искать врага, смотреть, где он. Он не тут. Однако. Но он где-то есть. Тут его тоже нет. Он наверняка там в точке ходит, крипит. И копит. Армию. Так, тут уже все залутано. Тут тоже никого нет. Он, наверное, армией стоит. Где то? Тут тоже никого. А вот и он. В принципе. В принципе, вот и он. Ну давай, бьем его. Я-то могу убежать, честно говоря. Хотя нет, лучше отойти, отступить. Лучше отойти и отступить. Драться с ними глупо. Пока что. У него просто больше юнитов. Лучше отступить. Лучше пока что не драться. Так, рубим дальше. Ну, тут... Тут дальше производим. Тут дальше производим. Так. Не очень хорошо получилось. Не очень выгодно. Так, отхилились. Пока что добываем. Нам бы еще побольше зеккуратов. Где еще паучки? Вот еще паучки. Паучки, герои, это все в этом. Давай, Киртова-1. Паучки, герои и один вурдалак. Ну-ка, ты где-то тут был. Ты был где-то тут, чувак. Вот ты. Я ведь тебя вижу. Давай, давай. Убиваем героя. И точку забираем себе. Хорошо. Так, хорошо, забрали. Книга мудрости за счет того, что... Книга мудрости. Хорошо, так, он тут уже, наверное, захватил. Тройка завершена. Да, он тут уже покрепился. Он-то уже тут покрепился. Вот, можно, в принципе, напасть на него. Давайте, вот так вот. Хорошо, хорошо, все. В том... Хорошо в том плане, что... В том плане, что мы побеждаем. Так, нам, по идее, вот это надо ломать-то. Ломать и добивать. О, бьем. Отойти. Всем отойти. Так, ты давай отходи, а то сдохнешь. Действительно, сдохнешь, будет плохо. Бурдалак, ты тоже давай отходи туда. Жуки на подмогу. Еще больше. Тараканы, ну че вы? Ломаем. О, блин, он так еще встал. Он так фигово встал, честно говоря. Отойти, отойти. На спамить и отойти. Хоп, теперь бьем. Теперь бьем. Бьем, добиваем. Добиваем. Он хочет моего героя, короче, убить. Вот в чем проблемка. Он хочет убить моего героя. Вот в чем проблемка. Нам бы эти колодцы все поубивать. Нам бы все эти колодцы поубивать. Хорошо. Ты вообще отойди лучше. Вот куда-нибудь сюда. Герой, ты должен купить это. Раскликать это. Купить это. И прибежать сюда. Что ты делаешь, чувак? Надо виспов у него поубивать. Убить кучу виспов. Давайте убиваем. Он делает просто друидов, серьезно. Просто друидов. Ну я не знаю, зачем он это делает. Он, считайте, проиграл. Если, конечно, он еще одно древо не сделал. Мы-то его так добьем. Давайте скажем ему, что мы его ждали. Давай. Чувак. Подожди. Барон Дестерон. Да, мы ждали этого чувака. Я же говорил. Продолжаем игру. Я вот говорил, он мне вначале написал. Ты меня ждал? Да. Я ждал его. Вот видите. И все же он решил ливнуть. Он понял, с кем он связался. Когда я играю за нежить через пауков, я... Ну меня сложно победить. Особенно всяким там жалким ночным эльфам, которые играют через друидов. Вот. Когда я играл за Альянс, я просто не знал, что делать. Я за Альянс фигово играю. Я зачем-то покупаю кучу пехоты. Ну, то есть обычных мечников. Я просто не понимаю, зачем. Я знаю, что у Альянс... Ну, когда играешь за Альянс, надо быстро уходить в коней и танки. Танки сносят. И воздух за счет ракет. И здания. За счет того, что они танки. Они не должны сносить здания. Как играть в начале за Альянс, я не знаю, потому что у них юниты слабы. А вот за нежить просто делаешь пауков и все. И все. В начале героя покупаешь это. Посох. Это я уже рассказывал в другом видео. Когда против Амайи играл. В принципе, нормально. Кстати, вот этот вот Норион, Повелитель Огня. Он тоже хороший герой. Из всех этих нейтральных. Я думаю, один из самых лучших. За счет того, что он спамит. И для добивания вот этот вот Оживший Огонь очень помогает. Пламя Обреченности тоже очень хорошая вещь. Почти что этот нож, который кидает эта Леди Мэйф. Почти. Потому что он как бы тоже наносит урон в конце. Ну ладно, с вами был Леар. На этом я с вами прощаюсь. Но не навсегда. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok